жеваный крот этого крипторынка именно так думали вчера те кто продавал вот здесь в панике когда видел это падение но не мы с вами ребят я вчера специально выпустил видео про то что это дно и обратите внимание это действительно отработало как дно двойное дно с медвежьей ловушкой супер традиционный паттерн на биткоине но это локальное дно посмотрите как мы хорошенько отпрыгнули сетка my ribbon развернулась в бычью сторону и сайфер пошел в зеленую зону это всего лишь 30 минутный таймфрейм но в целом рынок конечно по измотал и такое мы уже видели много раз посмотрите тоже дивер желтая точка здесь дивер желтая точка биггай тоже сигналил и что мы видели мы видели отскок ралли а потом снова слив и этих сливов уже было у нас сколько посмотрите вот у нас был барт симпсон вот у нас был барт симпсон и вот у нас на самом деле тоже был барт симпсон перевернутый и сейчас тоже у нас с вами ребята очередной перевернутый барт гомерович симпсон честно говоря барт симпсон это медвежий паттерн кто помнит 18 год биржу битмикс там было все в этих бартах симпсон ах и это конечно ник фига не гуд если мы отдаляемся подальше то в целом понимаем что рано радоваться рано радоваться биткоин все еще у нас с вами находится в этом долбаном боковике в локальном в локальном долбаном треугольнике из которого мы уже ложно пробивались вот один раз сейчас пошло второе пробитие посмотрите кстати говоря по ходу вот это был false breakout ложное пробитие вот это было ложное вниз а сейчас возможно происходит настоящее пробитие с закреплением и вылетом туда которого мы так все с вами ждем я надеюсь что хотя я смотрю большинство уже не ждет большинство ждут падения ту за дно и это как раз обычно и происходит ребята на дне на дне происходит вот такая вот суета глобально посмотрите на дневке у нас просто бурж халифу нарисовал этот пифагоровский бегай просто аномальный сигнал на зеленой точке на сайферской короче вот это скорее всего и реальное было дно вопрос только в том локально это было дно или глобально потому что многие сейчас топят за глобальный медвежий рынок за то что мы пойдем еще ниже то есть сейчас мы скорее всего отскочим куда-нибудь до сетки м и риббон собственно до вот этого кластера объемов который у нас имеется на уровне 38 тысяч спокойно сейчас биток может отпрыгнуть на 38 тысяч но дальше все будут думать что это медвежий рынок и мы пойдем еще ниже да то есть у нас тут уже появились понижающиеся пике и минимумы локально но возможно чтобы точек снова всех обманет и не пойдем мы сильно ниже а просто пойдем наверх вот но глобально чем мы тут с вами видим у нас все еще боковик и ничего тут такого не происходит сверхъестественного да у нас расширяющийся боковик расширяющийся такой рупор граммофон выход из которого все ждут вниз я думаю что он будет наверх и опять же и семпиха нас да это прыгнуть должны и фондовый рынок как ни крути важно как себя поведет я не говорю что он не коррелирует сейчас фондой когда я говорю вам что я заде корреляцию конечно корреляция есть ну я про то что корреляция была только вот здесь на коронаダ пальца а все остальные раза не было корреляции вот завод этот лампе хи bitok упал на 50 процентов или более ну где тут корреляцию прошлый раз когда биток падал я имею ввиду вот здесь вот не было никакой корреляции S&P-ха росла, поэтому относительно все, и все медвежьи рынки крипты S&P-ха тоже росла, у нее не было медвежьих рынков особо Вот посмотрите, 18-й год, медвежий рынок крипты, S&P-ха росла, так что ждем обратную корреляцию в целом, когда S&P-ха уйдет в медвежий рынок, а биткоин будет тузамунить Этого, кстати, мало кто ждет, так что это, вероятно, произойдет Для этого нужен всего небольшой отток средств с фондового рынка в криптовалютный, то есть там даже триллиона хватит так, чтобы запампить капитализацию на десятки триллионов Но сейчас, возможно, что все поверили в медвежий рынок, я думаю, что может нас ждать вот такое же восстановление, как после коронадампа по фонде с новым all-time high Потому что перед настоящим медвежьим рынком, ребята, обязательно нужно побрить всех шортистов Сейчас все умные, в кавычках, деньги институционалы зашортят, их нужно вынести резким сквизом, и потом начаться медвежка Вот что я думаю, что сейчас глобально мы увидим перехай по всем рынкам на бешеном как раз манипринтере, на гиперинфляции, на стокфляции Уж сырьевые товары, это точно золото, серебро, нефть и биткоин, как самый редкий дефицитный товар И по фонде, я думаю, тоже будет шпилька, и потом только мы пойдем уже переписывать вот этот вот лоу с коронадампа Это мои догадки, я хочу, чтобы так было, я думаю, что так, скорее всего, и будет Но посмотрим, конечно же, зеленый манифлоу угасает, возможно, что будет просто дохлый отскок и сразу медвежий рынок Тогда, в таком случае, возможно, и биткоин тоже поведет себя не так, как я рассчитываю, а уйдет, скажем так, в более затяжной флет Или что-то подобное медвежьего рынка То есть, если вот это был бычий рынок, то вот это будет такой медвежий, но это будет для меня мини-бычий и мини-медвежий Потому что по биткоину, если вы посмотрите, вот это не серьезное движение Это будет мини-бычий, мини-медвежий, и потом, я думаю, что будет снова очередной бычий Вот у меня такие ожидания, напишите, какие ожидания у вас Вот, позицию вчера, как я говорил, набираю лимитками плавно, плечо уменьшаю Ведра вот двигаю, потому что они не все отработали Я набрал вот здесь в самом низу, но потом добрал чуть-чуть повыше, потому что цена очень резко развернулась Была отличная точка входа, но вот здесь еще она была отличная, но эту выбила по стоп-профиту вот здесь А вот эту точку входа пришлось усреднить чуть повыше, вот досюда Сейчас буду смотреть, короче, если будет коррекция, вот эти ведра все заполнятся, может быть, еще поставлю ведер Вот, вы делайте как хотите Подэшу тоже перезашел немножко плюс-минус пониже Поднабрал еще немного в позу, но и также вывел часть средств Очень важно, ребят, выводить прибыль, когда она есть, нужно не забывать выводить На холодный, в фиат, там, куда надо вам, хоть в биток, но делать это обязательно Дэш тоже, кстати, показывает силу, если вы посмотрите график Дэш-БТС, он тоже показывает силу Это нам говорит о том, что Дэш к доллару лучше на этом отскоке себя ведет, чем Биткоин Вот, как вы можете видеть, тоже рисуют здесь треугольник, который сейчас пробивается наверх И локально, каких уровней я жду по Дэшику, да все тех же Вот, смотрите, Дэш сейчас, если на недельках начнет отпрыгивать, он улетит куда-нибудь на 120-130 Там найдет следующую поддержку, скорее всего, и полетит уже там на 280-360 и так далее То есть на вершину вот этого клина, то есть на, ну, на 370-380 долларов плюс-минус Вот по теханализу, куда смотрит Дэш И это не какие-то там шутки, это будет только разминочная ралли А следующая цель у него это all-time high 1600 баксов Поэтому, ребята, дисклеймер, конечно же, не финансовый совет У нас все еще красный манифлоу, это просто спекуляция, это то, что я думаю Сетка EMA Ribbon медвежья, мы в медвежьем рынке, криптоскам, шортите ее нахрен Я буду откупать у вас Я буду откупать, потому что, на мой взгляд, Дэш лежит на очень сильной поддержке Со времен еще дна предыдущего медвежьего рынка и коронадампа тоже, понимаете? Вот этот уровень отрабатывал просто идеально Он даже был поддержкой в марте 2017 года вот здесь Когда были очень сильные рекордные объемы на полониксе Короче, Дэш неприлично дешево стоит, друзья И когда он пробьется, будете просто локти кусать, что его не купили Дэш сейчас, как и эфир классик, был вот год назад Доджкоин чуть больше года назад Дэш к биткоину абсолютно то же самое Посмотрите, тут как бы вот потенциал просто огромный Этот биггай просто сигналит, не переставая о больших покупках Дивера на диверах Так что ничего не поменялось, ребята? Все тот же план, накапливаем Все это время терпеливо накапливаем и ждем ракеты Только так деньги зарабатываются на этом рынке Ну, по крайней мере, в моем случае Так что вот такие вот мысли Смотрим за Candle Wave дневкой Я думаю, что она отсигналит очень скоро сигнал покупки здесь Которого не было уже много-много недель Еще с апреля месяца Вот у нас в апреле был сигнал Sell на продажу После этого мы падали месяц И сейчас мы уперлись в очень сильный кластер покупок Лимитных заявок Я думаю, что мы отсюда очень хорошенько отскочим Так что да, Candle Wave помощник в этом деле Как только появится сигнал Buy, я скину в Telegram-чат Ссылка на платформу Candle Wave есть в описании И по ней вы получите 15% скидку на вот этот вот бот Если вас заинтересовало это По TRDR тоже смотрим стаканы со всех бирж Стакан достаточно нейтральный Но продавец есть, продавец есть Но вынести его вперед ногами не составит труда совершенно Поэтому ждем вот такого вот движения по беточку Индекс страха и жадности уже который месяц на экстремальном страхе В общем, ребята Когда вы ищете точку входа И думаете, где бы прикупить Как правило, в самый лучший момент Как вот здесь было Вы сомневаетесь Толпа вокруг пишет, что все, медвежий рынок Мы пойдем еще ниже Шугринис камер загоняет всех в лонги И толпа всегда ошибается, ребята Поэтому, как говорил Заг Делла Рока Вокалист Рэйч Гэнс Дэ Машин Так что принимайте решения сами Берите на себя страх и риски Кто не рискует, тот не ест профитроли А с вами был Гринни Это канал Крипто Коммаз Спасибо, что смотрите Не забудьте поставить лайк Подписаться на канал, если вы у нас новенький И нажать на колокольчик Все, до следующей встречи, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok